Всем привет! С вами канал Третья Отбит Видео. Наша постоянная рубрика Флора и Фауна. И сегодня у нас в гостях такой представитель цветочного мира. Встречаем розовая лилия. Давайте посмотрим немножко информацию об этом цветке, поскольку я думаю, что на каждом третьем садовом участке в цветниках этот цветок растет. Он красив, он шикарен, он бесподобно. Пахнет отличное украшение любого садового участка, любого ракария, розария, любой клумбы. Итак, давайте смотреть, что же перед нами такой за интересный цветок. Вообще говоря, нужно здесь сказать, что садоводы знают лилию с давних времен. Вообще это считалось раньше как символ чистоты и непорочности. Даже суровые древние галы восхищались этим цветком и называли его лилии. Несмотря на то, что большую популярность приобрели цветы белого цвета, розовые лилии никогда не были обделены вниманием. Давайте теперь немножко подробнее о самом цветке. Розовые лилии относятся к очень древним травянистым растениям, которые используются в декоративных целях. В зависимости от сорта может давать один или сразу несколько бутонов за период цветения. Сам цветок имеет воронкообразную форму, состоящую из шести частей. Лепестки смотрят назад, а тычинки направлены вперед, что собственно говоря мы и видим. Вообще плод похож на коробочку с плоскими треугольными семенами длиной 5 миллиметров. Пыльники бутон отличаются ярким окрасом. На данный момент существует более 100 различных сортов, но все они имеют стойкий нежный аромат и очень такой притягательный яркий внешний вид. Гибрид розовых лилий отличается непривередливостью в уходе и выносливостью к изменению температуры воздуха, а также стойкостью к различным заболеваниям и воздействию вредителей. Собственно говоря, почему данный цветок так популярен вот в Москве и Московской области, да, с нашими последними климатическими аномалиями, да, вот и такой вот миграцией насекомых, да, когда вот из более таких вот жарких регионов к нам в Подмосковье проникают жуки, паукообразные и всякие такие вот экзотические представители мира и шинистоногих, тем не менее лилия устойчива ко всем этим напасти. И собственно говоря, лилии розового окраса, в общем-то они являются такими любимчиками многих садоводов. Селекционеры вывели достаточно много сортов, здесь, в общем-то, если их перечислять, я думаю, что не хватит три часа. И каждый, естественно, такой вот подвид, да, такой подсорт розовый лилий, он, в общем-то, может характеризоваться цветом, да, вот оттенком расцветки, раскраса размером самого цветка, а также вот формой лепестков, формой бутона. Теперь давайте посмотрим вообще, как этот цветок может вот разрастаться и что нужно делать, чтобы его посадить. При выборе посадочного места стоит учесть не только его качество, но и местность, где будут расти будущие любимицы сада. Ведь далеко не все разновидности лилии способны адекватно переносить сильные колебания температуры. Как можно такой цветок, вообще говоря, рассадить? Способов есть несколько. Первый – это детки, то есть маленькими луковицами, которые раз в 4 или 5 лет появляются на прикорневом стебле растения. Второй способ – это сами луковицы. Каждая большая луковица дает несколько дочерних, которые позже формируют целые клубни. Этот способ размножения является самым популярным и быстрым. Далее следует способ размножения чешуйками. Таким образом размножаются только лилии-гиганты. Для этого во время пересадки цветков необходимо собрать вручную самые большие и здоровые чешуйки, на которых при условии правильного содержания появляются свои луковички. Вообще лилия – это долговечное травянистое растение, для поддержания жизнедеятельности которого необходимо излитко делать пересадку луковиц в подготовленную почву. Пересаживают растения нечасто, примерно раз в 4 или вот раз в 6 лет. Идеальное время пересадки – это конец июля. Ни в коем случае не начало мая, там не конец мая и не сентябрь. А вот для лилии самое оно – это конец июля-середина августа. Для того, чтобы грамотно подготовить посадочный материал, нужно знать, что луковицы лилии рекомендуется хранить в сухом холодном месте. Для этих целей, вообще говоря, подходит ни в коем случае не погреб, не подвал, а в общем-то такое хранение для цветков, как нижняя полка обычного холодильника. Чтобы сохранить посадочные луковицы, в хорошем состоянии и не допустить их деструктивных. Их засыпают песком, опилками и влажным мхом. Высаживать, конечно же, луковицу можно только после прекращения заморозков. И перед высаживанием в почву луковицы осматриваются на предмет гнили. В случае каких-то подозрений они пробываются под проточной водой и обрабатываются раствором марганцовки для обеззараживания. Ну и соответственно, чтобы в дальнейшем у вас посаженная луковичка дала хороший росток, у вас был цветок, а не для того, чтобы у вас вот такой посадочный материал, собственно говоря, так в почве все лето и просидел. Лилия любит небольшие возвышенности, так как это позволяет избегать застоя влаги в сезон дождей. Растения очень даже терпеливо относятся к другим цветам. Причем тени от больших кустов позволят всегда уберечь стебель лилии от прямых солнечных лучей. Почва должна быть для нее рыхлой и плодородной. Если на вашем участке предполагает глинистая почва, то ее необходимо оснастить дренажом. Для этого мы должны вырыть несколько небольших канав под наклон и осыпать их дно щебнем, либо речным песком и густо накрыть землей. Перед посадкой почву лучше перекопать и заправить минеральным удобрением из азота, калия и фосфора. Ну, собственно говоря, я думаю, что подойдет такие вот универсальные смеси для цветов, вот они сейчас садовые продаются. Там как раз все это уже вот эти указанные добавки, они входят в состав гранул и, в общем-то, их концентрация достаточно безопасна для розовых лилий, сбалансирована и все уже сразу цветок получит. Вообще, высадку луковиц можно осуществлять уже ранней весной, как только холода спадут. И, естественно, на почве не будет снега. Ну, естественно, самое хорошее время посадки это конец лета. Чтобы защитить растения от полевок, то есть от обычных мышей, да, по внутренним стенкам посадочной лунки прокладывается сетка из проволоки. Специально такая сеточка для цветов. И таким образом можно защитить нашу лилию от грызунов. Собственно говоря, да, и нужно учитывать то, что выбранный участок для цветка должен хорошо освещаться. Так как лилия, вообще говоря, это светолюбивое растение. Конечно, под прямой такой палящее солнце, ну, не рекомендуется их сарать, поскольку я думаю, что в таком месте у вас много цветов просто завянут. Если вы их немножко так пересушите на таком вот ярком прямом солнце, а вот где-нибудь такой вот уголок, где света сбалансировано, да, то есть как бы свет есть, да, но вот он такой немножко перемежающийся к тени и полутени, то вот можете такие вот сорта розовых лилий спокойно туда сажать. Кстати говоря, среди лилий есть все-таки такие вот разновидности цветков, которые могут себя относительно комфортно чувствовать даже под прямым палящим солнцем. Но это скорее таких уже сорта относятся к разряду экзотических, и лучше всего, когда будете покупать рассаду, уточняйте у продавцов или смотрите описание того сорта цветков, которые вы сажаете. Кстати говоря, у них есть такая интересная особенность, то что сам цветок лучше всего размещать, вот чтобы на него попадало солнце, да, вот на сам цветок, а вот стебель лучше, чтобы у лилий был либо в таком вот каком-то теневом участке, либо чтобы окружало лилию там, ну, еще какое-нибудь там растение или другие цветочки были около нее. Естественно, как и все цветы, лилия любят тепло, и, конечно же, чем южнее регион, да, вот нашей страны, тем они себя чувствуют лучше. Так, а вот теперь поговорим про то, как лучше всего лилию готовить к зиме. Конечно же, как и любой цветок, лилию необходимо готовить вообще к заступлению таких серьезных холодов. Для этого достаточно срезать стебель цветка практически под корень и накрыть землю, где вызрены лилии. Можно накрывать листовой землей, либо древескими опилками. Стебель растения мы срезаем для того, чтобы он не служил проводником холода для луковицы, которая находится в земле и, собственно говоря, которая будет нам на следующий год давать шикарные цветы. Кстати говоря, лилию также могут подъедать насекомые-вредители. Это такие, как лилейный жук, лилейная муха и их личинки. Собственно говоря, для того, чтобы прогнать их с любимого цветка, использовать следует специальные инфектициды, такие, как мухоед, гром или гризли. Вот такая вот сегодня у нас интересная представительница подмосковной флоры побывала в гостинобзоре на канале. С вами был канал Перелобит Видео. Читайте книжки Ивана Белгорохова, современного фантаста. А мы с вами неодолго расстанемся. До нового ролика. Не выключайтесь.